Но у нас наживались. 50-местный автобус из Харькова до польской границы стоил тогда 10 тысяч долларов. Понятно, что у людей таких денег не было. Я, когда все это начинал, считал, что это будет длиться намного меньше. Я не о войне, я о необходимости помогать. Ну, все та же усталость. Она, понятно, есть, она, понятно, люди не могут волонтерить на протяжении двух лет. Встретил в израильской ленте, у меня встречалось. А что может быть хуже, чем буча? Это буча, после которой мир поддержит агрессора. То, что происходит в Украине, это не геноцид. Геноцид – это уничтожение народа. Русским войскам все равно, кого не убивают, русского, украинца и евреи. Расскажите о себе. Меня зовут Женя Неймер. Я родился в Харькове. В 93-м году уехал в Израиль. Жил там 20 лет. И последние 10 лет я в Праге. 24 февраля 22-го года. Как вы запомнили этот день, свои мысли и чувства? Да, мы за день до того, 23-го, мы обсуждали, что давайте восстановим, как раз закончилась корона более-менее, давайте восстановим прожский фестиваль, что и когда, и сделаем снова в мае. Напишем пост, мы быстро в Фейсбуке, и мы же все знаем, как делать, что уже не первый раз, и увидим, как хотя бы люди хотят, не хотят. Говорят, нет, давай ночь подождем и завтра решим. Я говорю, ну хорошо, ночь подождем. И вот утром я просыпаюсь, ну как обычно все, многие из нас, да, хватает за телефон, а там, значит, ракета на Киев. Я говорю, Лен, тут ракета на Киев падает. Слушай, хватит русские новости, если ты починешь, другое. А я открываю другую и вижу то же самое, да, и понимаешь, что... И это начинает потихонечку вот так вот капать. Ну это первая самая мысль. Но в какой-то момент ты начинаешь понимать, что мозги как-то едут. Перешел, в общем-то, в другую активную фразу, уже началось сказать, что и как. Причем, честно говоря, я даже не помню, с чего началось этот поиск, попыток помочь как-то, да, или способ помочь. То ли кто-то обратился, как выехать из Харькова, то ли что-то еще, ну а дальше все завертелось. Вы с самого начала войны помогали беженцам выезжать из Украины, и вас даже прозвали Женя-эвакуатор. Как это все происходило? Первая эвакуация у нас была, в той, в которой я участвовал, была 2 марта. Ну, опять-таки, я участвовал, это все виртуально, да, то есть не то, что я сидел за рулем автобуса. Естественно, все это было через компьютер, это списки людей, это обзвон, это договорение с владельцами автобусов и так далее. Все это происходило в рамках организации Israel for Ukraine. Была форума, которая ссылалась, люди записывались. Эвакуация шла вначале из Харькова, из Киева. А напомню, тогда Киев еще был, русские войска еще были относительно подступа к Киеву. По-моему, все, это было два направления основные. Естественно, на нас наживались. 50-ти местные автобусы с Харькова до польской границы стоили тогда 10 тысяч долларов. Понятно, что у людей таких денег не было, поэтому мы собирали с каждого, кто с кого мог, сколько мог, просто шляпу пускали по автобусу, давали водителю, а потом какой-нибудь ответственный от нас говорил, окей, не хватает столько-то, и мы доплачивали. Ну, для сравнения, да, в нормальное время так автобус стоит, ну, две с половиной тысячи долларов. Владелец компании, это автобус, с которым мы сотрудничали, он хотел этого на личные. У меня есть кадры, где ему отдают сумку с деньгами, как в мафиозных фильмах, ему просто передают сумку с деньгами. Сколько вывезли, это интересно, вот, я думаю. Ребята считают, у них есть файлик. Я думаю, что за первые полтора месяца войны, это где-то середина апреля, более-менее, где я уже закончил заниматься эвакуацией, поскольку тогда уже наладился обычный транспорт, да. Если до этого автобус на поезде уехать, сколько было невозможно, люди просто как-то штабелями там сидели друг на друге, то потом стало нормально. Так вот, за полтора месяца, я думаю, уехал автобусов 40-50, ну, можем на 50 человек, несколько тысяч человек. Что было сложнее всего при эвакуации людей из Украины и какие истории вам запомнились? Ну, есть несколько, наверное, самая большая такая поворотная была, когда ко мне обратились из одного фонда и попросили организовать эвакуацию детей из Николаева. Тогда из Николая выбирались только поодиночке, более-менее, а вот, значит, попросили вывезти три автобуса с детьми и мамами. Тогда ни одна фирма не соглашалась ехать в Николаев. Мы смогли договориться, чтобы автобусы подъехали на КПП, на въезде, на мост, а городские автобусы вывезут детей туда, и там они пересели. Деньги заплачены, потому что все предоплата, никто вообще не движется без этого. То есть, просто человек мне позвонил, мы с ним познакомились, и вот через два дня на адрес, куда я сказал, пересылать 30 тысяч долларов на три автобуса. Автобусы едут, а в Николаеве обстрелы начинаются. Автобусы едут еще туда только. И вот у нас, значит, созвон. А что мы делаем? Что мы делаем? Мы выезжаем, мы не выезжаем. А если ракета проводит автобус с детьми, что мы будем делать после КПП? Я смог убедить людей, что давайте пусть они едут, потому что они будут один раз под обстрелом, вот в дороге, да, а так они все время там сидят. И удалось убедить всех, и дети удачно выехали, все хорошо было. Почему-то был перелом, потому что после этого получилась такая ситуация, что у нас не хватало денег на наш автобус из Харькова. И я обратился в тот же фонд и говорю, слушай, у нас такая ситуация, нам нужны деньги на автобус, у нас нету, мы соберем и вернем. Вот 10 тысяч нам нужно, доллар. Говорит, да, конечно, и отправлять деньги на счет, автобус уезжает. И я говорю, ну спасибо большое, все деньги пошли, автобус едет, вот фотографии. Мы в течение недели соберем деньги и вернем. Он говорит, это же эвакуация была? Я говорю, да. Он говорит, ну так все в порядке, значит, не надо что возвращать. И говорит, если хотите, дальше я буду оплачивать эти автобусы. Действительно, организация продолжала оплачивать эти автобусы. Суммарно на эвакуацию ушло порядка, ну, наверное, 200-250 тысяч долларов. Потому что постепенно цены снижались, но автобусы, количество автобусов увеличилось. Люди меньше боялись ехать, потому что многие боялись ехать тогда. У нас была забавная история в первом автобусе. Мы сидели, обзванивались с друзьями у нас дома, сидим и обзваниваем по списку людей, кто должен завтра уезжать. И мы смотрим, что друг мой сидит, а он был одноклассником моего младшего брата. И он смотрит, говорит, ой, это же моя учительница. И это была его действительно первая учительница своего первого класса, она записалась на эвакуацию. И мы ей звоним, она отвечает, и, естественно, она его помнит. Но говорит, нет, я не поеду. Мы говорим, ну вы же записались. Да нет, меня дочка записалась, я не поеду. Я, ну что, а куда я поеду? Хорошо, может телефон дочке? Она говорит, телефон дочке. Мы ей звоним, она говорит, ну я в Киеве. В общем, в итоге мы делаем операцию, что мы на нашем автобусе возим вот эту учительницу из Харькова, ее дочку возим из Киева, и они встречаются во Львове. Где потом уже ее ученики, которые живут в Израиле, повылили там с оплатой квартиры какой-то. Ну было забавное совпадение, прям первый же автобус, вот такая история была. Вы занимались, среди прочего, и медицинской эвакуацией. Это было труднее? С какими семьями лично вы работали? Это проект медицинской эвакуации, который основные шли в Германию и в Израиль. Таких историй было несколько. Одна из них была, действительно, когда в семье была женщина, которая... Там вообще с ней была такая история. Мне дали ее телефон, какие-то волонтеры из Германии говорили, вот мы-то не справляемся, там сложный случай, можешь как-то помочь? И я ей звоню, мы разговариваем, а она пьяная, она просто пьяная. У нее язык... И я думаю, ну ладно, мы как-то поговорили, я что-то записал себе там, и на следующий день звоню. У нее снова то же самое. А вы говорите, а можно вы мне ваши бумаги какие-то пришли? А у нее, значит, она говорит, я там не хожу, я упала из окна, у меня ноги отказали. Это еще до войны было. И она присылает бумаги, я вижу, что у нее инсульт был. Инсульт был, да, и она пойдет, так разговаривает. Мне вот так неудобно потом, что я не так думал. И вот, значит, эта женщина, которая парализована ниже пояса, у нее муж и двое дочек. И муж, собирая их в эвакуацию из Николаева, это был май уже, наверное, май 22-го, падает в темноте с лестницы и ломает себе бедро. Получаем двух подростков, девочек, да, которые ухажут за двумя лежачими взрослыми. И вот их надо вывезти. В итоге с помощью организации «Худоцелай» израильской они нам прислали две скорые. И вот на этих двух скорых они поехали. Папа с одной дочкой в одной машине, мама с дочкой в другой, и вот эта колонна идет. А мы же постоянно на связи, чтобы они переживали как-то. Нашли место в Германии, в больнице, в которой их примет. Вот мама пишет мне, значит, а что, дочки с нами будут? Я говорю, нет, вас мы сможем определить в одну палату, поскольку муж и жена, а их, поскольку они здоровые, мы поселим в еврейскую семью, которую мы нашли, которая согласилась их принять, пока вы будете в больнице. Она очень перепугалась, что тогда еще были сильные слухи о похищении детей. А как, вы же их там в проститутке не продадите в рабство, да? Вот, я говорю, ну это же вы меня нашли, это не то, что я на вас вышел, поэтому, как бы, вот, это семья, которых мы через знакомых знаем, все будет хорошо. Они доехали действительно успешно, и девочки заселились, им очень все нравилось, их повели там в Макдональдс куда-то, мам, я звоню, говорю, они там пошли в магазин, купили какую-то одежду, почему они это делают? Это у украинцев есть такая идея. А почему нам люди помогают? Может быть, какой-то менталитет, что вот вдруг люди со всех концов мира начинают им помогать, может быть, им тяжело принять. Проект по эвакуации давно закончился, но вы продолжаете помогать украинцам. В чем сейчас заключается эта помощь? Ну, сейчас, вот мы разговариваем, у нас ноябрь, да, сейчас вообще все поменялось, потому что сейчас все мои усилия какие-то небольшие, потому что там, да, сосредоточен все-таки на Израиле. В Израиле идет война. Она идет и в Украине, но я израильтянин. Поэтому что-то мы пытаемся делать там. Это не значит, что в Украине мы ничего не делаем, все-таки что-то происходит, некоторые проекты, но мысли все-таки в Израиле. Вообще, на протяжении всего времени, с марта, да, с второго марта, наверное, постоянно происходило какое-то, происходило перетекание. Перетекание из одного проекта в другой. По мере какой-то возникновения какой-то надобности или от того, что отпадала надобность в чем-то, да. Например, в середине апреля я уже ощутил, что не нужна эвакуация. Не надо людей уговорить уехать. У них есть возможность сесть на поезд и уехать, в общем, сесть спокойно. У кого нет денег на билет, ну, тем мы поможем, потому что несравнимые там деньги. Следующим проектом была в апреле. У нас началась поставка еды и медикаментов в Украину и медицинские эвакуации в Израиль. Да, я был два раза в Украине, уже в этом году, 22-м я не был. Я был летом и вот в сентябре. Летом я там был, потому что там несколько проектов идет. Один это детские комнаты. Ну, детская комната не милиция, а какой-то такой, это называется больше, ну, наверное, safe space будет более правильно, да. В плане психологическом, а не физической безопасности. Это открывает израильский фонд, Royal Starters International, совместно с Всемирной Лигой Украинских Женщин. Украинский фонд, это один из проектов. Другой проект был обучение украинских школьных психологов и опреснитель установки в Николаев, как раз в юг Украины. Николаев, Херсон, Одесская область. Сейчас мы перешли больше на проекты, которые работают не на сиюминутную необходимость, а на какой-то более долгосрочную, да. Если это психологи, которые будут нужны потом, это дети психологических, какое-то спокойствие сейчас. И опреснитель установки, потому что Израиль, ну, больше чем на 90% сидит на опресненной воде. И поэтому в этом есть какой-то опыт, есть фирмы, которые идут от опреснительной установки. И мы их сейчас с помощью разных фондов поставляем в Украину. Вы дважды за время войны были в Украине. Какое впечатление у вас осталось от этих поездок? Я в Украину с 93-го года почти не ездил. Я был один раз в аэропорту, один раз из аэропорта вышел на ночь там, где-то в Киеве. Мне не понравилось. Это я делал учет до войны, естественно. Поэтому вот так вот серьезно я поехал в Киев. Я был в июне 23-го. И мне город понравился. Ну, кроме того, что я был по делам, но сам город построил уже более так. Я селезал в Николаев. В Николаеве война сильнее ощущается. В Киев все-таки уже... Киев 20... Лето 23-го это уже город, который более... Ну, кроме Сирен, да. Все вообще-то спокойно. И это чувствуется как тот же Тель-Вив времен войны. Да, у нас Тель-Вив гуляет. Сейчас меньше, но тем не менее обычно. В Николаеве война чувствуется, конечно. Наверное, первое впечатление было, я приехал в ночном поезде. И перед встречей хотел душ приять. Меня приятель отвез к себе. И я заложу под душ, включаю воду, оттуда льется какая-то гадость. Вот реально такая зеленая и пахнущая. Я как-то наскоро обтерся. А потом говорю, типа, что это было? Он говорит, ну, это у нас вода, у нас... После того, как была взорвана Каховская дамба, была разрушена точка забора воды юга Украины, Херсон Николаев, и воду в краны пустили напрямую из Лимана. Поэтому-то она такая. А обычно воду люди набирают на улице. Усталость от войны, которая неминуемо наступает, и о которой многие сегодня говорят. Вы ее чувствуете? Ну, конечно. Конечно. Это ощущается и в отношении чешских волонтеров, по отношению к украинцам, и по отношению властей. Мы видим, что помощь снижается везде, во всех странах. Правильно это, неправильно, это такой вопрос, обсуждаемый. Но тем не менее, это есть. Волонтеры меняются тоже. Мы видим, что волонтеры меняются. Я, когда все это начинал, считал, что это будет длиться намного меньше. Я не о войне, я о необходимости помогать. По Израилю я привык к тому, что волонтеры являются некой первой линией, наверное, да, которая призвана как-то наладить какую-то более-менее нормальную жизнь, или как-то помочь государству, которая потом, будучи тяжелой машиной, раскачивается медленно, но в итоге она берет это на себя. Ну, получилось, что это намного дольше-то заняло, да. Хотя вот, кстати, когда взорвали Каховскую дамбу, то там уже было видно, что государство готово, и эвакуация прошла вообще без всякой помощи. Когда мне говорили, а давай эвакуировать людей, то я говорю, а зачем? Я позвоню там людям в администрации Николаева, в администрации Одессы, и мне сказали, что вот есть автобусы стоят, вот есть общежитие готово, все готово, люди не хотят ехать. Как вы думаете, зачем Путину эта война? Ну, я не уверен, что он нормален, в принципе, а если он не нормален, то зачем осуждать его, что он думает? А так, ну, я не вижу смысла, то есть, в этой войне. Ну, хорошо, ну, допустим, взорвало всю Украину, хорошо, взорвало по Украине до Днепра, да, а что дальше? Ну, ведь понятно, что его не хотят ни в Харькове, ни в Трём Родине, ни в Запорожье, да, ну, может быть, Донбасс где-то, ну, Донбасс уже был его, в общем-то, да, как-то, и после этих аннексий, которые, да, как-то приняли ДНР в состав федерации, ну, не знаю. Вы израильтянин и, можно сказать, украинец, и на Украину, и на Израиль напали, после чего они вступили в войну, но отношения в мире очень разные к войне в Украине и в секторе газа. Как вы на это реагируете и объясняете? Ну, во-первых, я понимаю, откуда это растет, да, нас приучили за последние лет 20-30 защищать слабых. То есть, если Слава взял дубину, дал тебе по голове, то ты не можешь в ответ его ударить, потому что это не правильный слабый. Поэтому я понимаю, откуда это растет. Ну, собственно, так, что я понимаю, откуда растут голосования Украины в ООН, которые в Израиле воспринимаются очень негативно, когда Украина постоянно либо голосует против, либо воздерживается на голосованиях, которые идут против Израиля. И голосует за, в отличие, например, от Чехии. Просто обычно голосуют за вместе с Россией, вместе с Ираном, и это растет, многие растут, видимо, из Крыма, да. Крым оккупирован, мы не можем говорить об оккупации, там газы или еще чего-то, где газы не оккупированы уже давно, израильских солдат нет, и жителей нет с 2005 года. И Израиль не устраивает блокаду газы, потому что южная граница газа – это Египет. Часто это невежество. Как я могу вспоминать? Ну, плохо воспринимаю. И, кстати, вот хорошая вещь, которую я встретил в израильской ленте, у меня встречалась после 7 октября. А что может быть хуже, чем буча? Это буча, после которой мир поддерживает агрессора. И вот это то, что происходит в Израиле. То есть после всего этого, что мы видели, да, то, что произошло в кибуце Берри, в соседних кибуцах, после всего этого мир продолжает поддерживать агрессора. Мир считает, что Израиль тут виноват. Ну, или, по крайней мере, не все так однозначно. В Европе изменилось отношение к войне и украинцам за два года войны. Ну, все та же усталость. Она, понятно, есть, она, понятно. Люди не могут волонтерить на протяжении двух лет. Их эта война не касается никаким боком, кроме того. Кроме их понимания, что Россия – это агрессор, что исторические провели с 68-м и так далее. Ну, собственно, и в новостях мы видим, что эта тема спадает. Тема войны в Украине спадает. Да, какие-то проекты закрываются. Собственно, даже в этом проекте этих safe spaces, да, о которых я говорил в Украине, они есть и здесь, в Праге есть два таких, но при этом они постепенно, их туда финансовое вливание снижается, ставки уходят, потому что деньги спонсоры предпочитают переводить дальше на украинскую тему и дальше на ту же тему с детьми, то переводить это внутрь Украины. Помогать детям уже в самой Украине, поскольку стало относительно безопасно. Люди поняли, что, вообще-то, большая часть Украины – это достаточно безопасное место, чтобы там что-то делать, а было ездить. Хотя психологи у нас не согласились, ехать в Киев, и лекции были волевые. Ну, не лекция, а курс. Как долго может длиться эта война? А надо считать, что такое война. Если мы говорим о войне, как конфликте, ну, идет ли война с 2014 года, все Украины скажут, что да, идет. Поэтому, может ли быть еще так, вот в этой фазе? Да, может. Собственно, Израиль в таком фазе более-менее живет уже 80 лет. То есть это вспышки какие-то, какие-то обстрелы периодические. Ну, если мы берем более короткий срок, да, то после выхода из газа в 2005 году ракеты сыпятся более-менее постоянно. Так что, может идти долго, да, может в Украине. Тем более, может, у них соседи намного более опасные, чем Хамас. Как человек, который активно занимается помощью Украине, как вы считаете, что сейчас важнее всего делать? Я думаю, что пора вкладываться в проекты, которые занимаются не помощью конкретным людям, а уже восстановлением государства. Потому что большую часть страны уже можно восстанавливать. Да, Игорь Ильич Прохерсон. Там только вот на днях размобили библиотеку, куда из Праги посылали книги для слепых. А в остальном, мне кажется, уже вполне можно это восстановление инфраструктуры, налаживаемое производство. Вливая деньги в это, это поможет людям. Я был на встрече с Кимом в июне, и он говорит, не надо нам вот всякие там помощи какие-то, какие-то гуманитарку послать, не надо. То есть все это может полезно, но давайте вы лучше вместо этого будете построить нам, дадите нам место работы для людей. Это поможет нам возродить экономику. И он прав абсолютно. Образно говоря, да, вместо того, чтобы сейчас посылать туда разборные дома, проще построить где-нибудь в том же, не знаю, Кропивницком, построить кирпичный завод. И это даст и людям работу, и кирпичи для постройки домов. Поэтому надо вкладываться в их экономику. Понятное дело. Как думаете, украинцы смогут простить россиян? Я думаю, что безусловно. Потому что то, что происходит сейчас, я знаю, что это же частый спор с украинскими друзьями, то, что происходит в Украине, это не геноцид. Я не считаю это геноцидом. Геноцид это уничтожение народа. Русским войскам все равно, кого не убивают, русского, украинца и еврея. В Украине. Когда украинец перескат в геористу с Россией и получает там паспорт, то он продолжает жить и работать. И есть такие истории. Во время Холокоста было совершенно иначе. И тем менее, у евреев, у немцев, у нас хорошее отношение с Германией. Да, мы помним, что было, но и они помнят, что было. Они помнят, что было не так. Если этот путь будет пройден с обеих сторон, то я думаю, что отношения наладятся. Но безусловно, это не может быть односторонней дорогой, что украинцы скажут, ну ладно, проехали, забыли. Нет, это должен быть какой-то взаимопроцесс. То есть этот империализм, который чувствуется, ну отовсюду он идет, да, вот со стороны россиян, многих, то он должен исчерпнуть, естественно. Пока россияне будут смотреть на соседние народы, как на братскую, на младших братьев, да, вот украинцев, наши младшие братья, или белорусы, или там казахи вообще не считаем, то, естественно, такого не будет. Редактор субтитров А.Семкин